приветствую всех на канале разносторонние интересы приобрел я себе вот такой вот станок это у нас рейсмус рейсмус этот произведенный что ссср корпус него полностью чугун это не современные жестянки а старый чугунный рейсмус весом он наверно более чем полтоны будет кажется такой небольшой ну тяжелый пробрал я его еще в 2019 году ближе к новому году где-то ноябре и так он меня стоял от без дела накрытый может уже давно я его и поставил и работал все но этот станок на 380 вольт меня нету такой сети да и подвести у нас беларуси 380 к дому это стоит где-то около 1000 долларов так что покуда будет станок стоять без дела я решил снять на него небольшой такой обзорчик рассказать малость станок этот мы грузили в машину минивен рено кенгу моя работа лошадка грузили мы его целиком без разбора ну как разбором частичным были сняты чисто два двигателя у нас здесь отстоял двигатель на подачу здесь внутри стоял двигатель на вал рабочий этот что на вал двигатель на 7 киловатт с половиной он здоровый тяжелый наверно килограмм за 40 с креплениями со всеми натяжными этот двигатель поменьше там от полтора киловатта до двух это в зависимости какая обмотка подсоединена вот такие вот провода к нему подключались по пять штук шостые тут идет просто это нить видно чтобы не рвался кабель синтетика и второй кабель тоже 5 жил но это двигатель на подачу как мне сказали был нерабочий сгорел он короче в нем находится не две-три обмотки обмоток чтобы было можно регулировать подачу разную скоростей скорость подачи короче материала под ножи так что даже если я и подведу триста восемьдесятых гаражок-столярки то все равно будет надо искать такой двигатель обошелся мне этот станок я не сказал обошелся мне 150 долларов даже меньше плюс дорога там немного грузили мы его это целая комедия была наверно в пятерок стоя не получалось его то что он тяжелый мы он был кстати он был росший землю так вот на сантиметров на 15 этот бог то не ну этот вот был земле видно вот этот граница он был земле мы его поднимали на рычаг на рельсы и ставили на колодки потом в машину багажник на бампер положили колодку круглую наверно 10 диаметра и положили рельсы и потом этим он боком где редуктор находится на подачу положили боком в багажник его так с этой стороны начали подлаживать рельсы под его так вот и подталкивать в машину один человек держал две рельсы на плечах я там перехватывал и подталкивали уже вдвоёх потом короче мы его затолкали в машину когда он уже лег то в багажнике сидушки там слаживается и он короче на колодки положили положили на колодки и на колодках закатили внутрь и в то время как мы закатили с этой стороны с редуктора начала течь у нас масло с этих вот шестеронах вот видно они шестеронки здесь шестеронок начало масло вытекать вот он крутятся видны этих шестеронок начало утекать масло подставили это там миску ржавую и так поехали домой домой то недалеко было 30 километров всего лишь уже приехали там было пол миски масла большая половина масла не больше немного вытекла у нас багажник хорошо что в багажнике отлежала такая у нас штука это старый матрас надувной и вот видно вытекло масло сюда это редукторное вытекло масло потом я уже пилах насыпал чтобы она питалась все это дело с багажника вынял если мне это у нас не матрас этот машину короче спортив а так что в миску попало что попало на матрас матрас ну привезли мы станок сюда уже там то мы его с под стены наверно пятерок вытаскивали в машину основном двое загружали и привезли домой уже тут положили рельсы вот где эти вот наверно по два метра с половиной положили в багажнике и просто уже выкатили на рельсы и он самокатом сюда во двор залетел просто станок очень тяжелых сколько он есть я не знаю но если бы сейчас двигателями грузили то наверное не погрузили потому что двигателя только будут где-то килограмм около 80 роз и закинули мы этот станок и он стоит покуда без дела кабель видно уже побитый при мне его включали включали в 380 и хорошо так резво работает станок не убитый ну выработка то есть одна подающих этих валах немного там защербили на ребенке самой вот и да и все здесь сверху и что ставится такой вот кожух наклонный чугунный тоже тяжелый килограмм около 15 где-то петухи крыша ножевой вал здесь на 25 сантиметров ширины 25 конечно не широкий но так сказать так замеряем а не не 25 немного я ошибся мол 25 вал здесь важно 33 вот видно только что вверх ногами вал здесь у нас на 33 сантиметра 33 у меня то есть рейсмус маленький тоже на 30 ширины ну этот настольный он легкий макита называется нв-2012 кажется там два ножа всего лишь но он доску хорошо чистит ну этот я брал станок больше как бы сказать грубую доску чистить мокрую толстую короче здесь ножи недорогие если я подключу все это дело то можно будет работать ой не опасаясь что нож там попади или песок или хвостики стал петух крышит прогонял короче можно будет наем доски прогонять не опасаясь что что-то с ножами там станет или с этим станком этот станок короче старый советский он неубиваемых здесь вот стоят пружины видно я здесь и здесь 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 вот столько нету шуток с этой стороны у нас подъемный механизм штурвал он ходит так туговато вы работаете станок хороший видно его и смазывали все но все равно что тут туговато ходит все таки видно вот крутится немного с таким как подклинивание за такие деньги него взяли то я на это особо не смотрел вроде работая все крутится вертится когда уже поставлю на постоянку его рада где вылить перед стал с бетона поставлю на постоянку этот станок то будет уже тогда все мазаться и подгоняться чтобы было все нормально чтоб крутилась и вертелась с этой стороны вот шки у нас ремни накидывать стоит и сюда же ставится шкивами мотор в эту сторону ступенчатый этот стоит на мотор и его называют ступенчатый шкив хороших разных диаметрах и вот такой вот вал вал здесь на 4 ножа я думал сразу на 3 а потом стал крутиться вижу 4 вал крутится легонько слышно подшипники работает люфтов никаких нету подшипников ну видно не смазывались все хорошо станок этот находился у людей у одних короче не это не кочевал никуда работали люди дома здесь у нас находится блок управления под этой вот крышкой большой блок управления это вот по ходу на подачу важно 4 на 4 позиции переключатель это на тот двигатель что сгорел по ходу на скорость подачи разные пуск тоже побитая малость крышка но это не все эти работать здесь стоит много реле старых советских но я не знаю если не подведут 380 будем подключать на 220 на этот вот на подачу будем ставить двигатель на 220 с одной же позиции то что если покупать на 220 на урадли будет двигатель такой много позиционный чтоб скорость менять на нем было можно обороты так что я лучше поставлю обычно чтобы была постоянно подача а сюда есть у меня двигатель на 3000 оборотов 075 киловатта всего лишь но он постоянно тока нужно будет прикупить диоды чтобы 220 по стоянку переделать и поставлю на его диоды пусковые эти выпрямительные и поставлю сюда на 075 что-то не двигатель постоянного тока он говорит мощный так что вал думаю потянет строгальный строгальный вал потянет ну а подачу придумаем поставим может есть на сколько там 3 киловатта 3 на 3 киловатта и полторы тысячи оборотов окрас где на подачу хорошим сделаем так но если на думаю проведу летом 380 то поставим сюда родной двигатель большой этот 7 киловатт ну и на подачу тогда прикуплю уже много позиционный чтоб скорость было можно менять с этой конечно с частотником то лучше было поставить частот не дороговатый двигатель то выгоднее купить такой вот обзорчик как этот станок называется я не знаю вот старый и тяжелый слышно вот люфтик есть люфтик у нас здесь вот это по центральная шестеронка уращая вот эти вот две большие и стой стой стороны видного вращается две шестерни а кто примаститься по лучшим о он вращая две шестерни и стол опускаться и подымать здесь такая вот мощная чугуняка ну так приобретением то довольны но единственное что проблема с подключением проблема 220 сюда подвести чтоб все работало моторы подобрать ну и проблема 380 зависит проблема только вот как бы сказать финансирование все таки тысячи долларов многовато нынешние времена заработать их трудно даже работая по столярке этот вал вот второй это принимающие латки а этот вал у нас ребристый там стоит я с той стороны показывал но этого ребенки стоят отбивать доски чтоб не отбивала сюда вот идет подъем о блях одной рукой крутануть нельзя хорошее все надо мазать смазывать и дорабатывать чтоб работало легко это вот стоят фиксаторы вот зафиксировал стола еще вот зафиксировал и уже не крутится он то крутится сам штурвал но стол не поднимается есть такие вот стоят клины они поджимаются они не прожимаются еще хорошие когда его подключу уже сниму видео покажу вам как он будет работать станок конечно хороших и обошелся недорого так что будем работать можно сказать если его купить где-то кто перепродает он стоит где-то около тысячи долларов сам у нас продают в Беларуси там на куфары на онлайн полторы тысячи рублей три тысячи рублей ну с таким валом на 30 где-то полторы наверно 1800 это 800 долларов 700 самые дешевые такие да и состояние непонятно здесь приехал посмотрел состояние так понравилось короче забрал ну немного он конечно здесь уже староватый винта вот это не хватает что он там делает это наверное пружину поджимал хорошо потом разберусь он был хвал не такой ржавый это постоял это я месяца то сырость накопилась здесь и он стал поджавел только хорошего смажу наверное сейчас возьму каким-нибудь солидолом поверху на хранение покуда буду на этом я заканчивать может кто знает эта модель называется вот а со стороны сейчас сниму подальше вот такая вот модель как она называется эта модель кто сталкивался с такой то подскажите хочу поискать интернете о технические характеристики там редуктору что и самое это интересно мне было бы это подключение короче электросхема подключение вот этого двигателя то что я провода так наспех забирали человек который мне помогал время него не было особо на часик поехали итоги часа три провозили так так соединили по-быстрому провода и все а этот двигатель что на строгального он короче там всего лишь три провода то запомнить то легко было здесь 10 то куда подключать уже забыл ну и по саму этих магнитных пускателях тоже можно поставить другие двигатели порядок перед это переделаю схему ну хороших кто знает что за станок подскажите я в интернете поищу уже по нём по электрике в основном кому было интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал комментарии пишите всем всего хорошего до свидания